Здравствуйте! Вы смотрите программу «Специальное интервью» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях члены Общественной палаты Одинцовского городского округа Марина Лукиных и Елена Горбачева. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Очень рада видеть вас в нашей студии. Сегодня поговорим о волонтерстве. О волонтерском движении Общественной палаты. Лена, вы сейчас ведете активную работу. Да, Мария, вы правы. Спасибо большое. Действительно, в этот период пандемии огромное количество возросло пациентов, больных с ковидом. Поэтому, конечно, и 40% медицинских работников заболело, и, конечно, Общественная палата не могла остаться в стороне. Мы всегда в первых рядах стараемся оказать помощь. Поэтому во главе с Марианой Кристалинской, с нашим председателем, мы обсудили с главным врачом Андреем Васильевичем Фадеевым этот вопрос. И, конечно, Андрей Васильевич сказал, что очень будет благодарен, если мы подключимся к этой работе. Поэтому в наше, так сказать, волонтерское движение вошли члены Общественной палаты, консультанты, эксперты. Это сообщество родителей, просто неравнодушные жители, студенты, которые просто тоже захотели оказать вот эту волонтерскую помощь. Мы развозили лекарства для пациентов, которые находились на дому. Это бесплатные лекарства. Также мы из-за того, что режим поликлиник тоже изменился, поэтому у жителей возникало огромное количество вопросов. Нам звонили и на горячую линию, и обращения писали в Общественную палату. Поэтому даже просто информировали в поликлиниках, куда обращаться, куда подходить, какие стенды, какое окно. Измеряли термометрию на входе, работали в диспетчерских центрах. Ну, наверное, про диспетчерские центры Марина больше расскажет. Она у нас там была в голове с нашими членами Общественной палаты. Поэтому много жителей. Всем огромную благодарность. Действительно, все откликнулись в такое тяжелое время и оказали помощь и медицинским работникам. И в первую очередь, конечно, это жителям Одинцовского городского округа. Какую обратную связь вы получали? Ой, ну, конечно, благодарности. Когда мы приходили, приносили лекарства, это ой, действительно, да, неужели. То есть, ну, такие, там, желали добра, скорейшего выздоровления. И, конечно, люди отзывались, даже не верили, что, действительно, там что-то принесли. И они понимали, что это обычные жители, что это не медицинские работники. Конечно, успокаивали в диспетчерских центрах. Действительно, нужна была такая даже, знаете, просто психологическая помощь успокоить, оказать, что к вам придут, потерпите, подождите немножко. Ну, и видели, что, действительно, тут все как-то, знаете, собрались и оказали помощь, в которой вот нуждались и жители, и медицинские работники, в первую очередь. В начале вспышки заболеваемости новым вирусом огромная нагрузка легла на плечи детских врачей. Маленькие пациенты легче всего подвергались заражению. Раньше детская поликлиника обслуживала за день порядка 300 человек. А когда начался всплеск, количество вызовов увеличилось до 600. Мазки в лабораториях задерживались. И, соответственно, доктор, ему нужно было мало того, что прийти на этот вызов, на следующий день или там через два, через три дня, когда приходил этот анализ ПЦР, еще нужно было нести эти анализы. Но, сами понимаете, что мы не справимся. Поддержку оказали волонтеры окружной общественной палаты. Выполняли любые поручения. По первому нашему же звонку, когда мы обратились, что нам некому развозить лекарства, нам некому набивать анализы для того, чтобы отправлять их в лабораторию. В этот же день, буквально через час-два к нам прибыли волонтеры, которые были готовы сделать все, о чем мы их попросим. При положительном анализе ребенку назначаются бесплатные лекарства. Виферон, грипферон, орбидол – нужной дозировки в зависимости от возраста. Дети, которые уже старше семи лет, у них также есть виферон, только уже дозировка выше, и орбидол также в возрастной дозировочке. Мы собираем нашу термосумку и упаковываем наши заявочки. И очень ждем наших волонтеров, которые нам очень помогают в развозе наших лекарств. Это очень быстрая помощь нашим маленьким пациентам. Лекарства волонтеры Одинцовской общественной палаты передают из рук в руки. Они рады помочь не только в этом. Откликнуться на любые обращения. Марина, расскажите, пожалуйста, о работе диспетчерского центра. Как она строилась? Да, мы действительно работали в диспетчерском центре при поликлинике номер один ЦРБ. Мы занимались сбором, сортировкой и отбором информации, поступающей от входящих вызовов на дом жителей Одинцовского городского округа. Вызовов было очень много, десятки тысяч, несравнимо с тем, что было раньше. Поэтому врачи, естественно, совершенно не могли успевать, были перегружены. Поэтому мы звонили жителям. Мы звонили, справлялись о самочувствии, узнавали, как они себя чувствуют. Ну, естественно, успокаивали. Получали в ответ тоже лучики добра от них. Потому что очень часто было такое, что пожилые люди звонили, мы звонили, разговаривали, им нужно было выговориться. И они говорили, когда же придет врач? Ну, мы, естественно, успокаивали. Говорили, что врач обязательно придет. Но была такая фишка, что если температуры уже не было у человека, и он себя хорошо чувствовал, мы предлагали ему уже пойти поликлинику самому. И поэтому очень много вызовов отменяли на дом врачей. Поэтому очень много помощи, я думаю, мы оказали как раз врачам. Вот сколько в этой работе было задействовано человек от общественной палаты? Сколько общественников трудились в диспетчерском центре? Ну, в диспетчерском центре, наверное, около 10 человек. Они как-то менялись по смене? Потому что, естественно, все эти люди, они работают. И, безусловно, вся общественная работа, она неоплачиваемая. Как вот строился график? Строился график очень спокойный. Кто мог, кто-то работал, не может. Кто может, тот приходил. Но я вот не работала, я практически постоянно приходила. Но у меня были очень хорошие друзья, активные, с Новой Трегорки, которые тоже принимали участие в этом. Я благодарна им очень, этим девочкам нашим. Диспетчерский центр работал в круглосуточном режиме? Нет, он работал до 8 вечера. С 8 до 8. Поэтому мы работали по сменам с 8 до 2, и с 2 до 8. Нас кормили, кстати, очень приятно тоже это было. Бонус такой был. Да, бонус такой был, да. Одинцовская областная больница поддерживала вообще. Да, все, наверное, да. Всеми возможными способами. На ваш взгляд, насколько нужно волонтерство сегодня в нашей жизни? И насколько действительно общество в этом испытывает потребность? Я считаю, что оно необходимо в нашей жизни. Без волонтерства мы никуда. Потому что волонтерство помогает нам именно узнавать людей, приобретать новые связи, новое развитие. Оно нужно и в культуре, и в обществе, и в жизни, мне кажется, всех людей. Здорово, чтобы молодежь брала действительно пример с нас, с активных неравнодушных жителей, в первую очередь, чтобы тоже присоединялись и помогали. Потому что действительно сейчас с помощью извне не справятся. Даже вот сейчас пандемия нам показала, что очень много даже заболели и медицинский персонал. Это 40% всего общебольничного персонала. И, соответственно, не справлялись. Когда мы оказались, все вместе соединились, объединились, действительно провели эту работу, справились достойно, хорошо. Сейчас наметился спад звонков? Или вы все продолжаете в том же режиме работать? Конечно, уже наметился спад, поэтому сейчас пока нас не вызывают, не просят. Но если что, мы обязательно придем на помощь, как всегда. Еще хотелось бы сказать, что кроме нас еще были студенты, медицинские колледжи. Большое спасибо им тоже. Они принимали активное участие. Очень хорошие молодые люди, очень приятные. Я рада, что у нас есть такие вот... Да, молодежь. Последователи. Какие проекты будет еще поддерживать общественная палата? Что в ближайшее время будет реализовано? Комиссии по здравоохранению, комиссии по ЖКХ? Что в работе? Ой, в работе очень много обращений с жителями, поэтому намечается прием жителей. Такая большая обратная связь от жителей Голицына. Очень много обращений. Поэтому, наверное, будем планировать в первую очередь круглый стол по проблемам здравоохранения в Голицыно. Вы знаете, а я живу в Новой Трегорке. Этим, наверное, все сказано. Проблем очень много. Ждем открыть. И наша комиссия по ЖКХ тоже очень много работает. И на самом деле на первом месте прием жителей по личным вопросам. Потому что для жителей в первую очередь надо делать им, как сказал губернатор. Житель всегда прав. Ну а так у нас очень много работы, сами понимаете. Это дороги, это расчистка снега, это дома, это управляющие компании и много-много другое. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, куда можно и нужно обращаться, если есть вопросы к Общественной палате. Ну это вы можете звонить на горячую линию Общественной палаты. Номер указан в соцсетях. Везде мы есть в Инстаграме, и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Там есть и прямой телефон, и по комиссиям, и Общественная палата, Комиссия по здравоохранению, и по ЖКХ. Поэтому мы в общем доступе всегда готовы помочь, ответить, подсказать. И, соответственно, о наших приемах мы тоже оповещаем в наших соцсетях. Поэтому жители всегда приходят и задают какие-то вопросы. Пока нет информации, когда будет проведен круглый стол по проблемам здравоохранения в Голицыно. Ну вот сейчас вот идет как раз общение с главным врачом Андреем Васильевичем. Поэтому как только наметится, мы заранее сообщим, скажем. Я знаю, что общественники еще и самые активные доноры. Потому что знаем о том, что станция переливания крови, Одинцовское отделение переливания крови, постоянно испытывает потребность в крови и ее компонентах. Насколько вы, как вы на все находите силы? Мы стараемся каждый месяц проводить донорские акции. Собираем, даем. У нас даже есть такая группа в Фейсбуке, и в Инстаграме, и во всех соцсетях объединяются доноры в Подмосковье. Сейчас мы тоже хотим немножко сделать такие небольшие изменения, потому что многие доноры уходят в Москву, так как там больше платят за эту услугу. И поэтому мы вот сейчас будем проводить тоже такой круглый стол, можно сказать, по донорству, чтобы тоже как-то либо какие-то привилегии увеличить, либо какие-то льготы, либо как-то привлечь, чтобы доноры оставались здесь, в Подмосковье. И не уходили в Москву. Да. Что бы вы пожелали всем нашим телезрителям в завершении программы? Ну, конечно же, комиссия здравоохранения пожелает только здоровья, чтобы все были здоровы, чтобы все было хорошо в ваших семьях, благополучия, удачи. Всего самого замечательного. А я бы хотела подвести итог такой фразой, что даже один час волонтерской работы может изменить чью-то жизнь. И это здорово. Это здорово. Так что мы вместе. Вы готовы принять желающих единомышленников, тех, кто, может быть, не состоит в общественной палате округа, но, тем не менее, испытывает огромное желание помочь другим? Конечно, конечно. Именно вот нашими вот этими действиями выкладывания в интернете наших добрых дел, так сказать, да, поэтому мы, конечно, в первую очередь этим поступком хотим привлечь как можно больше таких же нервнодушных жителей. И чтобы вошли в нашу волонтеров. Девочки, спасибо вам огромное за вашу работу, за работу в общественной палате. Это действительно очень и очень ценно. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо, Мария. Спасибо вам. Вы смотрели программу, специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...